Начну с отступительного слова, уважаемые коллеги, друзья. Мы сегодня проводим вебинар в рамках Гернио-клуба «Двух столиц». И сегодня воистину коллаборация Москвы и Санкт-Петербурга. У нас сегодня очень интересная тема, у нас сегодня очень интересные гости. Наш сегодняшний вебинар заключительный в этом году, я думаю, он будет самым интересным, наверное, в этом сезоне. И я представлю сначала Москву. Меня зовут Орлова Богдан Борисович, я замглавного врача по хирургии. Алисей Викторович Юрий – руководитель герниологического центра больницы имени Юдина. Ахметов Азат Данисевич сегодня тоже выступает за Москву. Он руководитель центра лечения ожирения ГКБ имени Юдина и заведующий оперблоком. Ну а в Санкт-Петербург я передам слово Виктору Анатольевичу Кащенко, заведующему кафедрой, руководителю хирургической службы Северо-западного медицинского центра имени Соколова, профессор доктора медицинских наук Юдина Анатольевича Кащенко. Пожалуйста, я вам передам слово. Вы представьте наших сегодняшних экспертов, потому что в Санкт-Петербург мы сегодня вас ждали. Пожалуйста, вам слово. Уважаемый Богдан Борисович, уважаемые коллеги, добрый день. Очень рад вас приветствовать на сегодняшнем мероприятии. Я с большим удовольствием хотел бы вам представить наших сегодняшних экспертов. Профессор Пищик Вадим Григорьевич, руководитель хирургической службы городского онкологического клинического диспансера, главный хирург диспансера. В то же время он является руководителем таракальной службы клинической больницы номер 122 Северо-Западного окружного научно-клинического центра, главным таракальным хирургом Санкт-Петербурга и профессором кафедры госпитальной хирургии Санкт-Петербургского государственного университета. Владимир Григорьевич, добрый день. Добрый день. Добрый день. Добрый день, коллеги. И Александр Владимирович Ладыгин, заведующий первым хирургическим отделением Северо-Западного окружного научно-клинического центра, доцент категории факультетской хирургии Санкт-Петербургского государственного университета. Александр Владимирович, добрый день. Добрый день, коллеги. Да, уважаемые коллеги. И сегодняшний второй вебинар, посвященный диафрагмальным грыжам, мы постарались построить таким образом, чтобы продемонстрировать, во-первых, несколько более другой срез, более высокий, может быть, более сложный уровень разбора этой проблемы, с одной стороны, и с другой стороны, показать важность междисциплинарного взаимодействия. И сегодня у нас в студии и таракальные хирурги, и абдоминальные хирурги. И это только лишь небольшая часть той большой мультидисциплинарной команды, которую мы постараемся показать необходимо, необходимо сплотить и необходимо позиционировать при решении этих сложных проблем, связанных с диафрагмальными грыжами. А проблема диафрагмальной грыжи у нас сегодня выступает как точка приложения взаимодействия специалистов. Мы построили сегодняшний семинар в виде отдельных блоков, которые будут показывать проблематику, связанную со сложными пациентами диафрагмальной грыжи. И в качестве этих сложных точек, чекпоинтов, мы предлагаем взять гигантские грыжи, грыжи пищеводного отверстия диафрагма 3-4 типа, рецидивные грыжи. Мы обязательно поговорим о грыжах редких локализаций. Мы коснемся вопроса посттравматических диафрагмальных грыж и завершим наш сегодняшний семинар проблемой сочетанных операций и тех сложных ситуаций, с которыми мы сталкиваемся, когда определяем показания к фундаппликациям и к операциям по поводу грыжи пищеводного отверстия диафрагма. Ну и разрешите мне для начала нашего мероприятия передать слово Александру Владимировичу Ладыгину, и мы начинаем наш сегодняшний семинар. Пожалуйста, Александр Владимирович. Добрый день, коллеги. Добрый день, слушатели канала, вернее, клуба. От себя хочу поблагодарить организаторов за предоставленную возможность выступить, поделиться своим опытом и разрешите начать нашу презентацию хирургическое лечение сложных диафрагмальных грыж. Как же мы понимаем, что такое сложная диафрагмальная грыжа в нашем понимании? Ну, в первую очередь, это грыжи третьего, четвертого типа, грыжи пищеводного отверстия диафрагмы. Это рецидивные грыжи пищеводного отверстия диафрагмы, это диафрагмальные грыжи редких локализаций, это посттравматические диафрагмальные грыжи и сочетание грыж пищеводного отверстия и других заболеваний, которые требуют сочетанных операций. В своей повседневной практике, работая с этими пациентами, мы пользуемся международной классификацией грыж пищеводного отверстия диафрагмы, которая разделяет все грыжи на четыре типа. Независимо от их размера, принцип здесь положен другой, здесь принцип расположения кардиозофагиального перехода. Первый тип в России известный как аксиальные грыжи, когда кардиозофагиальный переход перемещается выше диафрагмы, а желудок, как правило, остается на месте. Второй тип – кардиозофагиальный переход на месте, а желудок скользит вдоль пищевода. Третий тип – это сочетание первого и второго. И четвертый тип, когда сочетается первый и второй тип, и дополнительно к желудку какие-то еще органы брюшной полости уходят в грудную клетку. Итак, давайте заглянем, что же пишут американские гайдлайны вообще по лечению грыж пищеводного отверстия диафрагмы. Хирургическое лечение первого типа в отсутствии рефлюксной болезни вообще не показано по их гайдлайнам. Показанием является только тяжелое или осложненное течение рефлюксной болезни и рефрактерность консервативной терапии. Все симптоматические пароэзофагиальные грыжи – это второй, третий, четвертый тип – требуют хирургического лечения, особенно при развитии острых хирургических осложнений, таких как непроходимость, ущемление в грыжевом мешке. Хирургическое лечение полностью бессимптомных пароэзофагиальных грыж – вопрос дискутабельный. Здесь следует учитывать возраст пациентов, сопутствующие заболевания и подходить индивидуально. Острый заворот ущемления желудка в грыжевом мешке при пароэзофагиальной грыжи требует экстренной операции, как правило, часто частичной резекции желудка. Итак, грыжи пищеводного отверстия диафрагмы третьего и четвертого типа как наиболее сложная группа больных. Более 90% пароэзофагиальных грыж относятся к третьему типу. Четвертый, к счастью, встречается реже и считается наиболее сложной группой пациентов. Какие же характеристики этих двух типов грыж? Это всегда большие грыжи. Это всегда большое хеотальное окно. Это всегда есть грыжевой мешок, и он большой. Сразу же в скобках. Всегда ли его удалять и удалять ли его полностью? Это всегда технически сложная операция. Это всегда высокий риск рецидива после выполненных нами операций. При этих типах грыж мы имеем самые высокие риски интероперационных повреждений, значимых. Это перикард, медиастинальная плевра, повреждения аорты, пищевод, стенка желудка. Какие же чекпойнты существуют для того, чтобы избежать или снизить риски осложнений? По принципу, который мы применяем, оперируя паховые грыжи, критерии CVC, миопектинального окна, критерии Страсберга при выполнении холецистектомии, мы для себя разработали определенные critical view save. Во-первых, это визуализация обеих ножек диафрагмы, визуализация пищевода, если она невозможна интероперационно, глазом хирурга выполнение интероперационной изофагоскопии. Не продолжать операцию, пока вы не идентифицировали пищевод. Мы увидим на видеосюжетах, что это не всегда бывает просто. Обязательный визуальный контроль медиастинальной плевры, дабы не получить большое раскрытие плевральных листков и неуправляемый пневмоторакс. И обязательная визуализация грудного отдела аорты. Вот четыре чекпойнта, которые позволят избежать каких-то фатальных осложнений, в том числе летальности интероперационной. Для выполнения данных критериев операция должна иметь совершенно четкий алгоритм. Мы разделили это на несколько шагов, которые каждый должен последовательно выполняться. Все наши операции, вы это увидите в видеосюжетах, они выполняются всегда по одному и тому же алгоритму. Они строго стандартизованы. Итак, это рассечение малого сальника в бессосудистой зоне, визуализация правой ножки диафрагмы, рассечение пластинки Бартелли-Лалмера, вход в заднее средостение, визуализация пищевода, визуализация слоя и линий диссекции грыжевого мешка, это очень важно, визуализация аорты, рассечение коротких желудочных сосудов, обнажение левой ножки диафрагмы, после этого полный визуальный контроль над медиастинальной плеврой, перикардом и грудным отделом аорты. Мобилизация грудного отдела пищевода – обязательное условие при третьем и четвертом типе, мы это увидим дальше, устраняем синдром короткого пищевода. Круророфия – обязательный элемент, фундаппликации – приступаем только после выполнения симптома, в англоязычной литературе он звучит, саншайн шуз симптом или симптом чистильщика ботинок, мы его продемонстрируем. И протезирование хиотального окна – это, как правило, обязательный элемент при третьем и четвертом типе грыж. Итак, critical view of safety – визуализация правой ножки, левой ножки, визуализация аорты, полный визуальный контроль над медиастинальной плеврой, типичный лендбаркс, малый сальник, пластинка бартеля, пищевод. Вот на этом слайде мы четко видим, это рецидивная грыжа, и можно принять этот объект за правую ножку диафрагмы. После рассечения брюшины, визуализации эндоскопического контроля, стало понятно, что это пищевод. Визуализация и слоя, и линии диссекции грыжевого мешка – это важнейший элемент, потому что при третьем и четвертом типе грыж иссечение грыжевого мешка обязательно. Вход в заднее средостение, рассечение коротких желудочных сосудов, и sunshine shoes symptoms. Когда дно желудка совершенно свободно над пищеводом, мы перехлёстываем и делаем такие движения. Только после этого можно начинать реконструктивный этап. Для себя мы четко определили показания к протезированию хеотального окна. Оно совпадает с данными основных литературных источников. Это размер хеотального окна более 5 сантиметров или гипотрофия, или фиброз хеотальных ножек. Методики протезирования на сегодняшний день две основные. Это tangent-free, когда мы не сшиваем ножки, невозможно их сшить, или mesh, reinforced, которая наиболее часто используется с предварительным сшиванием ножек. Кажется, да, что мы имеем дело с обычной гернеологической историей. Но также, если провести параллели с параколостомическими грыжами, мы не можем полностью закрыть дефект, как в обычной традиционной гернеологии. Мы не можем полностью перекрыть пищеводные отверстия диафрагмы. Поэтому и при параколостомических грыжах, и при грыжах пищеводного отверстия диафрагмы мы имеем высокие риски рецидива. Наиболее частый используемый вариант импланта, это U-образный или K-hole вариант. K-hole более опасный, но надежный. U-образный, более безопасный для пищевода. На сегодняшний день на рынке представлено очень много различных материалов. В основном это сегодня все отказались от полипропилена в чистом виде. Это, как правило, композитные сетки разных производителей. И новое перспективное направление во всех статьях уже и европейских, и американских – это импланты из биоматериалов. Подслистый слой кишки, свиней, специально обработанная человеческая ладерма и рассасывающиеся полимеры на основе викрила. Итак, осложнение или когда требуется помощь таракального хирурга, на наш взгляд, при этих операциях? Ну, во-первых, это интероперационный пневмоторакс. Я специально пометил, когда он приводит к некупируемой анестезиологами гипоксии, нарушению газового состава крови и тяжелым расстройствам гемодинамики. Мы очень часто получаем пневмоторакс на таких больших грыжах, но таракальный хирург нам здесь нужен нечасто. Когда вот эти условия, тогда мы, конечно же, зовем таракального хирурга, и он уже решает, что нужно делать. Или таракоцинтез, или дренирование плевральной полости, или какие-то другие манипуляции. Ну, конечно же, повреждение грудного отдела пищевода здесь обязательно нужно призывать таракального хирурга, советоваться, обсуждать, как выходить из этой ситуации. Повреждение магистральных сосудов средостения, в первую очередь, это грудной отдел аорты. И мне приходилось общаться с хирургом, который получил такое осложнение, очень тяжелое осложнение, и крайне всячески надо его избегать. И повреждение перикарда. По данным большого исследования, многоцентрового, на почти 1400 случаев, вот чаще всего это респираторные какие-то повреждения, считает пневмоторакс, да, 3-4%. На втором месте это сердечные повреждения. Итак, перейдем к первому клиническому случаю, это грыжа пищеводного отверстия третьего типа, да, видите, на КТ прекрасно видно образование высшей диафрагмы и на рентгенологических снимках. У меня огромная просьба к организаторам запустить первое видео. Я, с вашего позволения, буду комментировать немножко, и видео не очень длинные, они никого не утомят. Мы видим, да, большая часть желудка вместе с пищеводожелудочным переходом находятся выше диафрагмы. Хеотальное окно превышает 5 сантиметров. Алгоритм тот же самый. Мы начинаем с малого сальника. Вот мы нашли линию диссекции грыжевого мешка первичную, и мы начинаем циркулярно мешок иссякать, помятуя о том, что справа у нас основной массив медицинальной плевры, слева у нас не только плевра, но и перекар, да. Мы все время держим в голове эти два анатомических образования и внимательно за этим следим. Сейчас будет визуализирован пищевод. Пищевод мы видим. После этого мы должны обязательно визуализировать левую ножку диафрагмы, а следом за этим полностью осуществить контроль за грудным отделом аорты. Иссечение грыжевого мешка продолжается, освобождение его от ножек диафрагмы. И вход в заднее средостение уже непосредственно над грудным отделом аорты идет диссекция ткани. Мы видим ее в дне операционного поля. Завершается иссечение грыжевого мешка и идет мобилизация грудного отдела пищевода. Все пациенты, которые будут представлены сегодня, они все изначально были с диагнозом короткий пищевод. Это было заключение компьютерных диагностов. Всех интероперационно при первичном взгляде действительно выглядело это все как синдром коротченого пищевода. Но на всех видео вы увидите, что в конечном итоге, вот мы видим аорту внизу, над ней рассекаем оставшиеся сращения. У нас полностью подконтрольно все лендмарксы. И вот грудной отдел пищевода. Мы завершаем его мобилизацию, дабы устранить синдром короткого пищевода. Это обязательное условие для того, чтобы не получить рецидив после выполненной операции. Завершающий этап иссечения мешка. Это обязательное условие, на наш взгляд, потому что он будет, во-первых, мешать вам выполнить адекватный. Вот, смотрите, пищевод, совершенно свободно лежащий в брюшной полости. Добираем остаточные сращения. Но здесь явно видно, что больше 4 см абдоминальный сегмент пищевода. Нам нужно не менее 4 см получить абдоминальный сегмент пищевода. И вот наш любимый Саншайн Шуз. И Крора Рафия дальше идет. Стандартная. Мы ушиваем ее нерассасывающимся материалом Этибон 2.0 на круглой игле на полокружности. Мы выбрали методику... У нас нет натяжения ножек. Мы выбрали методику Мэш Реинфорст. И используем композитную сетку Реперен с фиксацией ее обычным герниостеплером. Второе видео запустите, пожалуйста. Даже 4 типа. Здесь примерно все то же самое. Только мы сейчас увидим поперечно-ободочную кишку. Вот вытащили мы ее из средостения. И дальше идет желудок. То есть подтвердились данные КТ, которые говорили нам, что в клювральной полости поперечно-ободочная кишка и практически весь массив желудка. Мы включили это видео для того, чтобы продемонстрировать интероперационную эндоскопическую помощь в поиске пищевода. Мы видим, вроде бы нам кажется, дно желудка. Мы видим кардиальную часть желудка. Но для нас пока не доступен визуальному контролю пищевод. Мы не можем дальше двигаться. Мы не можем продолжать операцию. Вот мы смотрим на желудок. Вот заканчивается желудок. Мы здесь должны увидеть переход. Мы должны увидеть пищевод. Но мы его не видим. Мы пытаемся атаковать слева. Рассекаем короткие желудочные сосуды. Входим слева и не видно. И вот только после, видите, эндоскопия сейчас идет, интероперационная, мы визуализируем пищевод. Он распластан по грудному отделу аорты. Он связан с медиастинальной клеврой. И после определенных манипуляций нам удается освободить его из этих сращений. Ну вот так же продемонстрировано контроль медиастинальной клевры. Мы на грани отсекаем грыжевой мешок для того, чтобы не раскрыть широко медиастинальную клевру. Ну и дальше уже стандартная методика. Меш-реинфорс. Здесь единственное, что фиксация сетки не степлером, а узловыми швами будет выполнена. И в остальном все то же самое. Для больших грыж третьего-четвертого типа мы, как правило, используем методику фунт-аппликации на 270 градусов по ТУПЕ. Итак, коллеги, первый наш блок мы завершили. Я бы хотел вынести такие вопросы-выводы для обсуждения уже с модераторами, с экспертами, со зрителями. Грыжи третьего-четвертого типа требуют более агрессивного хирургического подхода в определении показаний к операции. Обе эти пациентки в общей сложности на двоих 16 лет наблюдались у гастроэнтеролога. 16 лет. Должны оперироваться эти больные в референсных центрах. Необходимо наличие в отделении таракального хирурга. В подавляющем большинстве требуется применение сетчатого импланта. Всегда боимся рецидива. Спасибо, коллеги. Спасибо, Александр Владимирович. И первое, что хотелось бы отметить и попросить в этой связи, это прокомментировать Вадима Григорьевича относительно тех аспектов, которые были затронуты и связаны с взаимодействием с таракальным хирургом. И, конечно, вопросы эти касаются того, что мы видим, что грыжа третьего и четвертого типа для абдоминального хирурга представляет собой серьезный вызов. И можем ли мы каким-то образом объединить усилия с таракальными хирургами? Обладает ли торакоскопический доступ к какими-то преимуществами в этой ситуации? И бывают такие ситуации, когда торакоскопический доступ выигрышный, или же комбинированное какое-то вмешательство, которое объединяет преимущественно обоих доступов. И, конечно же, обеспечение осложнений, осложнений, связанных с повреждением плевры, с возможностью развития напряженного пневмоторакса. Вот, Вадим Григорьевич, будьте любезны, не могли бы вы свои комментарии относить на представленной презентации? Дорогие коллеги, я понял, что я хотел комментировать во время, но сдержался, слава Богу, то есть у нас есть возможность обсудить это сейчас. Давайте по порядку. Я бы хотел обратить внимание на то, что в понимании таракального хирурга пневмоторакс, который развивается во время операции в условиях двулегочной вентиляции легких, то есть на однопросветной трубке, это вообще не проблема ни разу. Вы можете вскрывать все, что вы хотите, если вы не повредили легочную ткань, то есть если у пациента нет сброса воздуха в плевральную полость, это вообще не является проблемой. И надо сказать, что главная причина тех проблем, которые возникают у пациентов с гипоксимией, с гиперкапнией, это не пневмоторакс таковой, то есть скопление воздуха, а карбокситоракс, который, прорываясь в плевральную полость, гораздо быстрее всасывается в кровь, углекислота, дорастает ацидоз, и это иногда очень сильно мешает нашим уважаемым анестезиологам провести оперативное пособие необходимого объема. Итак, важно, если вы вскрыли медицинальную плевр, это не проблема, если у вас вентилируется легкая, с ним ничего не будет происходить, и вопрос только в карбокситораксе. В плевральной полости, когда мы используем карбокситоракс, мы используем давление не выше 6-8 мм тутного столба. Для вас это маленькое, низкое давление, вам нужно 12-14. Я правильно понимаю? Да. Это значит, что может начать коллапс, появится сопротивление определенное, увеличится потребность в ПДКВ, ПДКВ уменьшает приток, это такая экстраприкардиальная компрессия сердца, то есть развиваются некие патофизиологические механизмы, которые все нарушают. Проблема здесь решается очень просто, тампонируется любым влажным тампоном место дефекта, и дальше вы себе продолжаете работать, а по окончании оперативного приема, когда вы ушьете пищеводное отверстие диафрагмы, проблем не будет. Требует ли это дренирование отдельно плевральной полости? В 99% случаев нет. Не требует, если не повреждено легкое. И не нужно совать ни дренаж из брюшной полости туда, ни дренаж отдельно через контрапертуру грудной полости. Надо попросить в момент десуфляции сделать ПДКВ, то есть раздуть легкие побольше, то есть увеличить объем вентиляции, и воздух, как правило, вытеснится в брюшную полость. Естественно, нужно будет сделать контроль рентгенографии на следующие сутки после операции, с тем, чтобы понять, нет ли остаточного воздуха. Еще раз, если речь идет о карбокситорексе, он очень быстро рассасывается. Гораздо быстрее, чем пневмоторекс. Ну, примерно раз в пять быстрее. Ну, потому что концентрация парциального давления углекислого газа и проницаемость его гораздо выше, чем просто для воздуха. Теперь по поводу комбинированных вмешательств. Нужно что-то? Нет. Возможно, у вас есть возражения, или просто я сказал и сказал. Нет, нет, все. Нет, 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 Вадим Григорьевич, мы внимательно слушаем, у нас возражений нет. Ну, просто есть определенный алгоритм, которым мы придерживаемся. Понятно, что если при движении гармоником вы вскрыли не только медицинальную плевру, но и повредили нижнюю долю левого легкого, то понятно, что у пациента будет сброс воздуха из легочной паренхемы. И там уже без дренажа не обойтись. И тогда возникает второй вопрос. Дренировать через пищеводное отверстие диафрагмы или дренировать через плевральную полость, через грудную клетку? У тракального хирурга этого вопроса нет. Мы не дренируем плевральные полости через пищеводное отверстие диафрагмы. Это идиотизм. Ну, то есть это такой суррогатный вариант. У вас будет очень хреновый путь для дренирования. У вас будет дренаж, который будет идти через полость с положительным давлением. И где он будет выходить из брюшной полости, непонятно. И будет эта дырка постоянно поддерживаться. Поэтому дренировать больного нужно через межреберье. Восьмое, ну, какое-то там, это удобно. Можно сделать таракальному хирургу без проблем. Что касается комбинированных вмешательств. Как правило, при грыжах пищеводного отверстия диафрагмы не существует массивных внутриплевральных сращений. В этом случае торакоскопия ничего не добавляет в мобилизации грыжевого мешка. Таракальный хирург реально может понадобиться вот в двух случаях. Первое. Вы идете на ущемленную диафрагмальную грыжу и понимаете, что орган, грыжевое содержимое некротизировано. Неважно, там, желудок, сальник, кишка. Здесь правило ничем не отличается от пахового грыжесечения. Надо идти на мешок. Глупо рассекать ущемляющее кольцо, выливать все дерьмо, которое накопилось в грыжевом мешке, в брюшную полость. Значит, нужно остановиться, сделать больному торакоскопию, убедиться, что некротизировался орган и после этого открыть грыжевой мешок в плевральной полости. Возможно, торакотомия и затем уже абдоминальный этап. И второй момент. Если вы оперируете грыжу посттравматическую, которая практически всегда ложная, то есть после разрыва купола диафрагмы, как правило, желудок или вышедший орган, он фиксируется к грудной стенке, к легкому, к средостению, и просто тракция за этот орган скорее всего вызовет повреждения либо стенки, либо какое-то кровотечение, которым будет трудно контролировать. Если вы это понимаете, то пациенту имеет смысл сделать торакоскопию. В таких случаях мы в 122-й медсанчасти просили анестезиологов установить больному двухпросветную трубку сразу и в случае необходимости они выключали нам легкое на интересующей стороне и мы, чуть-чуть наклоняя больного на один из боков, вводили торакопорт и осматривали плевральную полость, насколько это необходимо. И третий момент, я все-таки, если позволите, хотел по поводу мобилизации пищевода. Я очень благодарен Александру Владимировичу за то, что он озвучил то, что торакальные хирурги постоянно друг другу говорят. Не существует врожденно-короткого пищевода. Это хрень собачья. Существует укорочение пищевода вследствие эзофагита на фоне, как правило, скользящей грыж пищеводного отверстия диафрагмы. И проблема эта решается путем мобилизации пищевода. Так вот, мобилизация пищевода в понимании торакального хирурга – это когда вы дошли до нижней легочной вены. Если вы мобилизовали такую маленькую писюлечку пищевода где-то на расстоянии 2-3 сантиметров, ну, вы мобилизовали абдоминальный отдел, но дальше он все равно держится, и поэтому, если вы имеете такое намерение, мобилизуйте пищевод выше. Никаких проблем с повреждением пищевода не будет, если вы идете в слою. И, опять же, там сращений нет, это не рак, вам не нужно делать лимфодисекцию, просто пощадите диафрагмальные, блуждающие нервы и мобилизуйтесь. И нижние границы, вот увидели нижнюю легочную вену, вот тогда вы реально мобилизовали нижний грудной отдел пищевода. Поверьте, после этого приема врожденный короткий пищевод заканчивается. Вот мои комментарии. С брусной полосы это возможно? Абсолютно. Абсолютно. Мы когда делаем вариант тораколапароскопический операции Осавы-Герлока, когда, ну, зиверт первый, например, да, и когда мы мобилизуем пищеводное отверстие, мы двигаемся до нижней легочной вены и видим ее хорошо. Да, мы там, в торакальном этапе нам это еще проще сделать, но в торакальном этапе мы еще дальше мобилизуемся, мы до бифуркации трахеи мобилизуем этот сегмент пищевода. Опасность повреждения самого пищевода, она очень преувеличена. Это первое. Второе. Ишемическое повреждение пищевода вследствие его избыточной как бы мобилизации, это тоже очень большой такой, большая страшилка, потому что пищевод короснабжается достаточно диффузно, артерии, которые его кровоснабжают, по большому счету, это пищеводно-бронхиальное сплетение, они расположены, как правило, выше уровня нижней легочной вены. И, во-первых, вы их не повредите, потому что их повреждение обычно пугает хирурга, начинается довольно, ну, большое кровотечение, он думает, что из-за аорты, на самом деле, там отрывается просто артерия пищеводная, она иногда прямо от аорты отходит. Ну вот, в таких случаях я рекомендую прижать место повреждения и подождать минимум 5 минут, жестко прижать, потому что артерия всегда сокращается, и кровотечение останавливается и прекращается, почти всегда самостоятельно. Если вы помните, была такая операция, и есть, обдомино-цервикальным доступом, экстрепация пищевода, операция на Каямы, или вот по-совиных, ее в Томске называют, когда хирург рассекает, делает сагитальную диафрагматомию, и рукой туда, значит, вот средостение обвинчивается, вырывает фактически пищевод с шеи и средостение. Можете себе представить, насколько там обрываются пищеводно-бронхиальные сосуды, это не вызывает никаких страшных кровотечений, как правило, останавливается время, а вы практически все видите и все контролируете. Владимир Григорьевич, скажите, пожалуйста, ну вот ваши рекомендации, хирург оперирует пациента по поводу грыжи пищеводного отверстия, проводит диссерцию в заднем средостении, и вдруг анестезиолог говорит, у нас падает сатурация, срочно остановитесь. Вот что, какой правильный алгоритм действия в этой ситуации, сатурация снижается, что мы должны сделать? Шаг 1, шаг 2, шаг 3. Первое, нужно выяснить, появились ли проблемы с вентиляцией, сатурация – это сатурация, она может снижаться, это насыщение крови кислородом. Надо понять, выросло ли давление в дыхательном контуре, выросло ли сопротивление дыхательных путей, уменьшился ли объем вдоха на аппарате. То есть, если выросло пиковое давление и уменьшился дыхательный объем, то это значит, что у больного имеется клинически значимый пневмоторекс. Первое, нужно уменьшить давление в брюшной полости до 8, вам может этого хватить для того, чтобы что-то визуализировать, и это точно позволит расправить легкое. И поставить тампон, я сказал, осмотреть место повреждения, поставить туда влажный тампон и подождать какое-то время. Если у анестезиолога нет проблем с сопротивлением дыхательных путей, то есть давление не выросло в контуре, мы теперь все врачи ковидные, я представляю, насколько выросла ваша грамотность в вопросах искусственной вентиляции легких. Я даже как-то сочувствую своим друзьям абдоминальным хирургам, которые сейчас в красных зонах работают параллельно. Но теперь вы понимаете, что сатурация не является единственным мерилом дыхательных проблем. Соответственно, если у пациента нет проблем с высоким давлением в дыхательных путях, объем дыхательный не упал, но снижается сатурация, значит это просто повышенное всасывание углекислого газа в кровь и нужно время остановиться и дать анестезиологу поработать в режиме гипервентиляции, чтобы вывести углекислоту. Спасибо, Вадим Григорьевич. Уважаемые коллеги, есть ли вопросы к нашим экспертам? Александр Владимирович, у меня к вам вот такой вопрос. Насколько я понимаю, чаще всего хирург сталкивается с грыжами пищеводной отверстий диафрагмы третьего и четвертого типа. И понятно, что во время операции могут быть совершенно различные сценарии, которые потребуют от хирурга навыка таракального хирурга. Вот как вы считаете, вот эти грыжи пищеводного отверстия диафрагмы третьего и четвертого типа, они могут оперироваться в адоминальной хирургии? Или все-таки их должен выполнять хирург с навыками или сертификатами таракального? С учетом очень такого широкого спектра возможных осложнений. Богдан Борисович, вопрос очень такой серьезный. Я не думаю, что в России очень много хирургов, которые бивалентные и абдоминальные и таракальные обладают сертификатом и одновременно практикующие. Есть, но это единицы. То есть на это делать ставку не получится. То есть эти пациенты не будут просто получать помощь, если мы так вот облечем это в такой законодательный механизм. На мой взгляд, в клинике, где оперируются эти больные, должно быть или отделение таракальное, или вот как у нас в структуре нашего отделения. Центр таракальной хирургии, они имплантированы в наше отделение, они неотъемлемая часть нашего отделения, у них свои задачи, у них свои пациенты, свои операции, но мы единый коллектив и мы планируем операции всегда вместе. То есть мы обсуждаем с таракальными хирургами, мы всегда говорим, что вот у нас завтра такая-то операция, и мы удостоверяемся, что они всегда будут в доступе, у них будет возможность включиться в операцию и помочь нам решить определенные задачи. Если в клинике нет таракальных хирургов, если нет таракальной службы и нет опыта у клиники работы с таракальными больными, то, на мой взгляд, авантюрно заниматься грыжами третьего, четвертого типа. С другой стороны, я понимаю, если выполнять весь алгоритм, который у вас пошагово продуман, то вероятность этих осложнений должна быть минимальна. Да, должна быть минимальна, но к этому алгоритму нужно быть готовым, и к нему хирург должен понимать и видеть картинку. 3D-картинка должна быть в голове, как я говорю. Азар Данифович, у вас вопрос? Да, у меня к Вадиму Григорьевичу вопрос такой. Ну, в отношении короткого пищевода нам стало всем сразу понятно, что это проблема надуманная. Но, а все-таки, если хирург сделал мобилизацию, на его взгляд, она достаточная, формирует манжету, и на следующий день при контрольной рентгеноскопии манжета оказывается в грудной клетке. Стоит ли этого бояться и вообще вот этой вот ситуации? Некоторые вообще, в принципе, советуют сразу же не бояться перемещения манжета в грудную клетку. Как вы думаете? Азар Даниш, с точки зрения здравого смысла, конечно, задача манжеты дополнительно удерживать нижний пищеводный сфинктер ниже диафрагмы. Именно там на него действует положительное внутрибрюшное давление, и тогда оно работает более точно. Перемещение манжеты, ну, как бы, смещение манжеты в средостение, это, скорее всего, приведет к рецидиву рефлюкса в таком случае. Если это не привело к рецидиву рефлюкса, то в этом никакой проблемы нет. Насколько я знаю, другая проблема, более характерная, это соскальзывание манжеты на желудок. Это проблема, потому что это может приводить к дисфагии, выраженной у пациентов, особенно, если им сделан классический низ, то есть 360. Это, да, это может быть проблемой. Но вот Александр Владимирович, он мудрый, хитрец, он 270 делает, чтобы, даже если сползет, дисфагии тяжелой не будет. Понимаю, что может быть такая ситуация, но был такой хирург, американский колес, который предложил операцию, похожую на фундапликацию, когда вы накладываете сшивающий аппарат вдоль оси пищевода, фактически воссоздавая угол гиса, делая такое просто пересечение желудка, да, как бы дно отсекая, и таким образом у вас фактически удлиняется пищевод. Я не знаю, насколько эта операция сейчас применима в абдоминальной хирургии, используют ли ее, но вот во времена моего таракального детства эта операция делалась. Операция колеса миссона. Ну, да, колеса, а потом из того, что получилось, что стало дном благодаря колесу, делается висон. Еще, Вадим, Другой, что-то интересно у вас, некоторые моменты чисто технические, шов диафрагмы, вот этот маленький технический момент, как его правильно осуществлять, какие технические приемы, какую надо брать нитку. Мы знаем, что вот эта многослойная структура и мышцы шить бесполезно, нужно стараться хватать какие-то крепкие моменты. Что делать, если большой дефект, куда безопасно крепить, куда небезопасно, вот эти моменты, они очень интересны. Ну, смотрите, если применить только к этому кейсу, у нас там, наверное, другие кейсы будут, мы это можем, я обещаю про это поговорить, но просто, если мы шьем пищеводное отверстие диафрагмы, ножки диафрагмы, то у вас нет выбора, вы шьете мышцы, да, там фактически и брюшина снята, потому что это грыжевой мешок, вы шьете мышцы. Таракальные хирурги предпочитают купола диафрагмы шить только не рассасывающейся нитью. И желательно, ну, если вы в себе абсолютно уверены, можете шить непрерывным швом, но есть хирурги, которые считают, что шить нужно отдельными узловыми или восьмиобразными швами, поскольку, если, не дай бог, один порвался и распустился, у вас сформируется большой дефект. Вот эти бонты, это отличная нить, в принципе, хорошая. Это нить, которую мы используем для аппликации диафрагмы при релаксациях купола, и это нить, которая используется для имплантации клапанов сердечных. То есть она крепкая, хорошо держит и готова двигаться. Кроме того, эта нить плетеная, поэтому ее гораздо удобнее завязывать, чем монофиламентную нить. Например, тот же пролен, или какой-то другой монофиламент, она не развязывается. Что касается самого шва диафрагмы, он должен быть полнослойным. Это самое главное правило. Если вы шьете дефект диафрагмы, вы должны прошивать брюшину, мышечную часть и медицинальную клеву. То есть забирать в этот байт. Тогда он не будет прорезываться и будет закрываться. И шить восьмиобразными швами. Восьмерка, она перераспределяет нагрузку. Потому что один шов может прорезаться. Если вы видите, что диафрагма сводится с трудом, то можно использовать парашютную технику, когда нанизываете швы и потом потихонечку сближая их завязываете. либо использовать протез в сети четыре. И относительно фиксации этих швов костным структурам что-то прокомментируете? Да, костным структурам их зафиксировать невозможно. Это в смысле не к костным. Если вы пытаетесь за фасцию эндотарацико зацепить, например, при грыже морганий, отверстие морганий или грыжа богдалика, когда там вообще ничего нету, и ты думаешь, что сейчас я прошью там какую-то штучку, вроде она держится, вот она будет, она держать не будет. Поэтому варианта два. Либо вы берете иглу берси и, значит, прокалываете с одной и с другой стороны от ребра и фактически завязываете над ребром, понимаете как, да? Делаете небольшой надрез, прокалываете, выкалываете, завязываете на ребре, она фиксируется и потом сверху просто закрываете кожу. Либо вы используете протак, ну, какой-то вкручивающийся фиксирующий клипс и пытаетесь их вернуть в хрящевую часть. В костную их вернуть невозможно, мы пробовали. Замыкательная пластина этого не позволяет. В хрящи вернуть можно. Спасибо. Ну что, коллеги, двигаемся дальше. Мы первоначально рассмотрели вопросы, связанные с исходными значительными анатомическими дефектами и вызовом к хирургу путем грыж пищеводного отверстия диафрагмы третьего и четвертого типа. А сейчас мы плавно переходим к другой проблеме, связанной с пластикой грыж пищеводного отверстия диафрагмы. Это проблема рецидива. И мы прекрасно знаем, что оперировать рецидивные грыжи значительно сложнее в условиях уже спаечного процесса, в условиях предшествующих операций, которые во многом зависят от того хирурга, который делал первую операцию. И я думаю, что эти вопросы тоже очень интересны для рассмотрения, потому что проблема очень существенная. Пожалуйста, Александр Владимирович. Еще раз всем спасибо за такое бурное обсуждение интересное. Несмотря на то, что на предыдущем заседании клуба Владимир Владимирович Онищенко остановился на вопросе рецидивов, мы все-таки позволили себе включить эту проблему в понятие сложной грыжи и немножко с другого ракурса попробуем ее осмотреть. Презентацию видно мою, коллеги? Итак, основные вопросы, которые нас заинтересовали при изучении этого вопроса. В чем причина рецидива, использование сетчатого импланта предотвратит развитие рецидива и какой хирургический стандарт поможет снизить процент рецидива. Но что в литературе? Мало пишут об этом, больше о победах пишут, а о неудовлетворительных результатах совершенно мало пишут. Вот удалось несколько исследований, много центровых найти, и цифры нас ужаснули. Рецидивы грыжи пищеводного отверстия обнаруживают в 15-60% случаев послеоперационном периоде. Это зафиксировано КТ-данными и рентген-контрастным исследованием с Баррием. Что важно понимать, что рецидив может быть анатомическим без функциональной какой-то составляющей, рецидив может быть функциональным без анатомической составляющей и может быть их сочетание. Так вот, клиническое значение анатомических рецидивов у бессимптомных пациентов, оно вообще сомнительно и обычно не требует повторной операции. Это продолжение разговора и вопроса Азара Донисовича и ответа Вадима Григорьевича. По данным вот этого многоцентрового исследования повторное вмешательство потребовалось всего лишь у 3-6% пациентов с рецидивом грыжи пищеводного отверстия диафрагмы. Очень нас заинтересовало исследование из Тампы, американское исследование, они ретроспективно провели это исследование в исследование вошли 108 пациентов именно с рецидивами грыжи пищеводного отверстия диафрагмы и основной вопрос, который задали авторы, это рецидив грыжи это что? Это истинный рецидив или это прогрессия заболевания? И они вычислили основные анатомические механизмы развития рецидива, которые они обозначили в 3 группы. Это антериор, он возникает по передней левой полуокружности пищевод находится в задней позиции, ножки диафрагмы состоятельны, швы состоятельны. Самая большая часть пациентов составила эту группу 67%. Самое позднее развитие этого рецидива больше 3 лет потребовалось циркулярное, когда пищевод в центре и расширение и спереди и сзади, ножки несостоятельны и идет прогрессия расширения хиотального окна. 21%, 2,75% понадобилось для развития этого осложнения. И постерео 12% это чисто наши технические проблемы. Задняя кроророфия несостоятельна, швы несостоятельны, пищевод впереди, самый короткий срок возникновения в первый год, в первые полтора года, это всегда проблема со швом. Второй тип циркумфлекция это комбинация проблемы со швом и прогрессии заболевания за счет разницы давления грудной и брюшной полости. И передний тип антериор это все-таки прогрессия расширения хиотального окна, которая часто и не связана с нашими какими-то действиями. Совместные исследования трех украинских клиник и трех российских ведущих клиник Сеченова, ФМБА Московская, 171 пациента они включили, 22% неудовлетворительные результаты, они объединили неудовлетворенность, это рецидив ГЭРП, это рецидив грыжи пищеводного и стойкая дисфагия. Четкий вывод сделали эти исследователи, что по их данным независимо развитие рецидива, сеткой вы оперировали первично или без сетки, все, что приводит к рецидиву, это неустраненный короткий пищевод во время первой операции, они приводят данные различных авторов из разных стран, количество пациентов от 200 до серьезных цифр, там 795, и посмотрите, какая частота короткого пищевода была встречена во время первичной операции, до 63% пациентов, если мы это не устраняем, мы практически в 100% получаем рецидив. Вот это метаанализ, который включил 11 исследований, 4 из них рандомизированных, почти полторы тысячи пациентов, потрясающее исследование, просто взяли и провели глубокий такое серьезное исследование, и оно четко показало, что использование сетчатого импланта дает гигантские преимущества по сравнению с пластиком местными тканями, 2,6% рецидивов при импланте, 9,4% при первичном шве, и никаких значимых различий в отношении послеоперационной дисфагии не наблюдалось в этих двух группах. Итак, клинический случай, рецидив грыжи пищеводного отверстия диафрагмы не наш случай, он приехал к нам из регионов, на этом видео мы просто разберем тип рецидива и причины, приведшие к нему, и особенности операции. Просьба запустить видео номер 3. у пациента нет клиники, вернулась клиника рефлюкса и появилась новая симптоматика в виде стойкой дисфагии. Мы видим фиксированный желудок правой ножки диафрагмы, мы не можем понять, трубцами он фиксирован или лигатурами, во время всей операции мы не нашли ни одной лигатуры, нигде, ни на желудке, ни на диафрагме, ни на пищеводе. Огромное количество клипс, которыми пользуются для клипирования сосудов и больше ничего. Ну, все типично, вход в заднее средостение, визуализация ножки диафрагмы, визуализация пищевода, мы видим, что дефект и спереди, и сзади, что это такое? Это липома, это средостенная липома, которая являлась предиктором этой грыжи, она была и на первой операции, она не удалена. То есть, без ее удаления надеяться на то, что мы получим какой-то положительный результат. Вот мы видим короткие сосуды, они не рассечены, хотя в протоколе операции у пациента написано, что у него выполнен нисан. Короткие сосуды на месте, да, то есть, не было их рассечения. Грыжевой мешок достаточно массивный, входим в слой диссекции, пищевод у нас под контролем, вот мы выходим на грудной отдел аорты, полностью его обнажаем, мы ее контролируем, не боимся ее повреждения. Пищевод, естественно, выглядит как укороченный, но вот эта вот гигантская липома, вот окончательный момент ее иссечения, размеры ее составили 6 на 8 сантиметров, после ее иссечения и работы в заднем средостении на грудном отделе пищевода проблема короткого пищевода мгновенно исчезла. Итак, мы имеем второй тип рецидива, да, циркумфлексум, мы имеем несшитые ножки диафрагмы, мы имеем неудаленную липовому средостение, мы имеем нерассеченные короткие сосуды, что приводило к натяжению, мы имеем отсутствие манжеты, практически манжеты не было, она отсутствовала. Ну и дальше все по плану, это круророфия без какого-либо натяжения, меш реинфорс композитной сеткой и фунтапликация по тупе. здесь мы используем швы, по образный вариант расположения импланта, мы не доводим его до кейхола, конечный вид и интероперационный ФГДС-контроль у такой категории больных мы считаем обязательным. Будьте добры, видео номер четыре. это наш рецидив, пациентка оперирована, Вадим Григорьевич ее должен помнить, это была гигантская грыжа, было большое хиатальное окно, пациентка не дала согласия на установку импланта, хотя там было абсолютные показания для установки импланта, и через два месяца она заболела ковидом, и тяжелая пневмония с длительным кашлем привела к достаточно быстрому рецидиву в течение первого года. Мы видим фиксированный к ножкам диафрагмы желудок, здесь произошло классическое соскальзывание манжеты на пищевод, уход всей конструкции в средостение, так называемый первый тип, антериор тип, самый частый. Мы видим ножки диафрагмы, мы их визуализируем, совершенно свободно входим в слой, грыжевого мешка, отсечение манжеты желудка и манжеты от правой ножки диафрагмы. Мы уже понимаем на этом этапе операции, что манжета у нас на месте, ничего с ней не произошло, имеется опять же укорочение, то есть окончательное освобождение манжеты из рубцовых тканей и мобилизация грудного отдела пищевода для того, чтобы устранить так называемый пресловутый синдром короткого пищевода, который не даст нам левая ножка диафрагмы освобождена, контроль над грудной аортой, убираем предшествующие швы, считаем их уже используем. И вот мы дорабатываем грудной отдел пищевода. как говорил Вадим Григорьевич, мы абсолютно не боимся его скелетизации, мы практически снимаем с него все ткани, жировую ткань, фиброзную ткань. Если мы сейчас лапароскоп продвинем выше, то, конечно, мы увидим сверху легочную вену. Итак, что мы имеем? Мы имеем восстановленную анатомию, нормальную манжету на месте, лежащую, которая не требует рефундаппликации. И дальше все уже по отработанной схеме. Круророфия заново. И уже сейчас с пациенткой была проведена беседа, что без сетки эта операция невозможна. Мы используем кей-холл методику, сетка та же, только мы используем ее бранши, в конце мы их замкнем. Фиксация в этот раз степлером. Прошу обратить внимание, что также по аналогии с миопектинальным окном, вот эта полуокружность, это так называемая зона опасности, здесь перекарт, здесь магистральные сосуды. Итак, какие вопросы бы хотелось вынести на обсуждение, необходим дифференцированный подход в определении показаний к операции. Каждый рецидив должен быть оперирован или нет, какой доступ лучше, торакоскопический, лапароскопический, операция при рецидиве, знак равно протезирование хиотального окна, выбор методики фундапликации при рецидиве, манжета на месте, нужна ли рефундапликация, тактика при серьезных внутригрудных повреждениях. Ну, в принципе, в ходе презентации мы практически на все эти вопросы... Александр Валючин, да, единственное, что я хотел бы, чтобы вы уточнили, постоянно идет ссылка на короткий пищевод. Вот еще раз, мы что имеем под коротким пищеводом? Это аномалия развития или это просто, скажем так, псевдокороткий пищевод вследствие недостаточной мобилизации анатомических структур. Никакой врожденной... Никакого врожденного заболевания нет, это пищевод редуцированный в ходе течения болезни, в ходе рубцового воспалительного процесса, перифокального воспаления, перенесенной первой операции и так далее, и так далее. То есть, это не редуцированный короткий пищевод, то есть, это не какое-то врожденное состояние. Вы видели на видео, что и в первом, и во втором случае после мобилизации пищевод совершенно спокойно лежит ниже диафрагмы, 4,5-5 сантиметров там точно есть. Да, потому что у слушателей иногда может возникнуть ощущение, что короткий пищевод знак равно операции полиса, то есть, мы должны удлинить пищевод, что здесь, как говорил Вадим Григорьевич, ситуация связана с тем, что мы можем удлинить этот псевдокороткий пищевод за счет мобилизации достаточной мобилизации работы хирурга. Ну да, там же манжет это уже нормальная, она правильно была сформирована и я вот, можно я спрошу, скажите, Александр Владимирович, вот вы говорите вот в этих рецидивных случаях, понятно, первый кейс, который вы показали, там просто люди не сделали той операции, о которой сказали. Это так бывает у нас, к сожалению, в медицине, мы с вами с этим сталкиваемся, но вот второй случай, там понятно, там видны следы всей операции, вы говорите, что вот опять мы вошли в грыжевой мешок, он грубый, ну там ведь нет грыжевого мешка, грыжевой мешок это брюшина, вы его иссякли при первой операции. Я понимаю, но вот каким-то образом какой-то нью-сак все-таки мы видим. Нью-сак это новая тема. Мы его видим и мы его все равно иссякаем, это все равно какие-то элементы работы с грыжевым мешком и в литературе вот и у американцев написано, что при повторных операциях все равно всегда все видят грыжевой мешок. Ну, фиброзная капсула такая скорее, Да, фиброзная капсула, может быть, это уже не тот вариант. Вот при первой, там понятно, там никто не работал ни с мешком, ни с липомой, ни с ножками. У человека на восьмые сутки после операции возникло ощущение, что что-то ушло вверх и снова появилась изжога, а через месяц появилась дисфагия. Понятно, спасибо. Коллеги, скажите, пожалуйста, я не обратил внимание или не прозвучал информация о сроках принятия решения о повторной операции. Делать ли какую-то временную экспозицию и в какие сроки пациенты оперируются повторно? Как правило, это не раньше, чем через год. Я объясню, почему. Потому что пациент какое-то время присматривается к себе, к ощущениям, проходит какие-то обследования, пытается лечиться, пытается проводиться дифференциальная диагностика, что это анатомический рецидив, функциональный рецидив, когда манжета на месте, но рефлюкс появился, да, то есть или это анатомический рецидив с появлением, с возвратом рефлюкса, анатомический рецидив с появлением новых симптомов, мы должны дифференцировать, не пропускаем ли мы еще что-то сопутствующее, нет ли сочетания с нейромышечным заболеванием, пропущенным на первом этапе, там по какой-то причине не было сделано манометрия, или появилось что-то новое, структура появилась, или появилось какое-то связанное с дисфагией, связанное с самой оперативной техникой, это вообще тема отдельного разговора, у нас в 2018 году в Москве на был доклад целый, посвящен проблеме послеоперационной дисфагии, после фундаппликации, это там целый мир, транзиторное, персистирующее, функциональное, органическое, связанное с ротацией, связанное с сетками, связанное с методикой и так далее, то есть год уходит на это, если мы не говорим о какой-то острой ситуации, да, резкое смещение в первый месяц, ущемление, Азад Данисыч помнит, когда мы работали в Дорожной клинической больнице, мы выписали пациента в совершенной благости, он уехал в другой город, съел недоброкачественный продукт, у него началась рвота на фоне отравления недоброкачественным продуктом, произошло смещение конструкции, она ущемилась в средостении, его привезли в клинику, в ЦРБ, поставили диагноз острый панкреатит, три дня лечили, пока желудок не перфорировал в средостении, потом у него начался медиастинит, и санавиация из Санкт-Петербурга прилетела, его на месте прооперировала, сделала ему диафрагматомию, достала оттуда перфорированный желудок, резицировала его, ну и все соответствующие мероприятия, а мы с Азадом Данисичем его долечивали. Это тоже такое можно встретить, Лене, поэтому, если речь идет просто о какой-то плановой плоскости, как правило, год уходит на принятие решения. У нас вопрос, у нас вопрос из чата, коллеги, если позволите, нужно сказать, что нас смотрят, по-видимому, достаточно высокого уровня эксперты, потому что, я сейчас зачитаю вопрос, он говорит о том, что люди очень дневоко погружены в эту проблему, и в частности вопрос заключается в том, что в представленном чек-листе Critical View of Safety не сказано про контроль вагуса, на видео этого нет, не всегда мобилизация, пишут авторы, до нижней легочной вены приводит к адекватному низведению пищеводно-желудочного перехода. В этой связи вопрос, как авторы относятся к варианту решения этой проблемы Колес-Ницин, или, что более безопасно, Каншин-Черноусы? Вот такой вопрос поступил. Совершенно случайно из чек-листа выпал этот пункт, он был написан, но каким-то невероятным образом он оттуда исчез. Конечно, контроль вагуса, особенно вагуса правого, при входе в заднее средостение первое, что мы делаем, это визуализация правого вагуса, и всю операцию мы его контролируем. Слева не так проблемно, он все-таки более в глубоких слоях находится, и повредить его более сложно, а справа, естественно, вагус более уязвим. Что касается Колеса-Нисона, мы несколько раз были уже в полушаге от решения выполнить Колеса-Нисона, технически на самом деле она не сложна, имея сшивающие аппараты всегда под рукой, мы просто, грубо говоря, создаем неопищевод, мы резицируем дно желудка, и тем самым делаем продление пищевода, удлиняем пищевод, и фундапликация уже пойдет не с дном желудка, потому что дно желудка будет резицировано, а уже с верхней третью тела желудка, да, но вот наш опыт совместный, он уже превысил, ну, наверное, 600 операций, ни разу не пришлось прибегнуть к операции Колеса, хотя несколько раз мы были в полушаге от нее, нам казалось, что мы не можем устранить короткий пищевод, что мы не можем завершить операцию, мы не можем оставить манжету в плевральной полости, как вот есть публикации, когда говорят, вы не можете вывести пищевод, делайте манжету и оставляйте ее в плевральной полости, рефлюкс уйдет, и все, ни разу не использовали эту операцию, к счастью. Спасибо, Азат Данишев, я прервал вас, пожалуйста. Я буквально ряд, несколько коротких вопросов. Первое, отношение вот к ТЭЛу, об этом еще ни разу не упомянули, но где-то было написано и по опыту ТЭЛу очень часто встречается, вот авторы что-то скажут, Александр Владимирович, что-то можете сказать? Самая уязвимая категория пациентов на предмет ТЭЛы, повышенное давление карбокси в средостении, сосуды скомпрометированы под повышенным давлением магистральные, максимально должно быть максимально четкое выполнение чек-листа профилактики тромбоэмболических осложнений. Это всегда накануне операции кликсан, это всегда компрессионный трикотаж, это периодическое снижение давления СО2 в брюшной полости, и, соответственно, в средостении, и очень тщательный контроль за показателями додимера в первые сутки, в третьи сутки мы обязательно это все делаем. Показания к рефундупликации? Малейшее подозрение к рефундупликации, развалившаяся манжета или дисфагия на фоне сделанной Нисона предварительно? Мы знаем сами, что вот это место рефундупликации очень в плане ишемических повреждений в дальнейшем опасно. Да, это ахиллесово пита в плане ишемических повреждений, поэтому очень тщательно нужно при мобилизации беречь оставшиеся сосудистые структуры. Очень часто при мобилизации, особенно при повторных операциях, восходящая ветвь в левой желудочной артерии страдает, да, мы, иссякая грыжевой мешок, увлекаемся, и практически до развилки левой желудочной артерии все уходит вместе с грыжевым мешком. И если была достаточно широкая мобилизация коротких желудочных сосудов, да, то у нас в принципе верхняя часть желудка остается только на задней желудочной артерии и на колотералях и через желудочно-сальниковые артерии. Это всегда тревожно. И задание тоже из нашей практики с вашей совместной мы помним пациентку, да, которая была фундаппликация и перфорация в послеоперационном периоде. Это очень важный момент, об этом надо помнить. Александр Ильич, тип круророфии, передний или задний, насколько он влияет на дисфагию? Куророфия всегда задняя, переднюю крайне редко используем, только когда уже имеется натяжение при задней и отверстие продолжает зиять достаточно больших размеров. Никаких надежд на переднюю не возлагаем, потому что шьем, как правило, уже не мышечную часть, а какие-то брюшиные структуры, сухожильные структуры, и только для того, чтобы на нее легла сетка, чтобы выполнить принцип mesh reinforced, потому что фритенс, на мой взгляд, она не очень хороша. И последний вопрос, если можно, мы вот часто спрашиваем, какой доступ лучше, но я все знаю про лапароскопию, даже больше, но торокоскопически я ни разу не видел такой операции. Кто-нибудь покажет нам, как это правильно делать торокоскопически? Вадим Григорьев. Задание еще. Я из операций на пищеводном отверстии диафрагмы, которыми я владею, самой красивой операцией является операция Белси Марк 4. Я имел счастье учиться этой операции у ученика Белси. И он сказал, что операция Белси это самая простая операция, которая может быть выполнена при грыжах пищеводного отверстия диафрагма, но ее очень сложно выполнить правильно. Вот. И я пытался исполнить эту операцию торокоскопически. Я не получил никакого удовольствия, потому что нужно многопортовый доступ и нужно очень сильно все вывешивать. Я думаю, что роботически это сделать очень хорошо можно, а торокоскопически шить не очень комфортно, потому что эта часть вообще торокальным хирургам гораздо проще оперировать на куполах диафрагмы, а не на естественных отверстиях, потому что чтобы их увидеть из плевральной полости, должны очень сильно отжимать диафрагму. То есть для нас это такая задача большая. И шитье поэтому не очень комфортное. И робот может быть. Что касается операции Белси, то, как вы знаете, я несколько раз делал в 122-й медсанчасти, но из классического торокотомного доступа. И если сравнивать, было даже специальное исследование, я не сильно трачу ваше время, коллеги, я просто здесь не в теме, не в тему, вернее, вы обсуждаете такие важные вещи, а я тут со своим Белси. интересно, пожалуйста. Просто были исследования, которые сравнивали результаты лапаратомного Ниссона и торокотомного Белси. Так вот, у торокотомного Белси были результаты лучше, чем у Ниссона по числу рецидивов, по числу дисфагий, по числу соскальзывания манжеты, по газблодсиндрому, по всем вариантам. Это была абсолютно хорошая операция, но как только ее стали делать лапароскопически, все возможные преимущества мини-инвазивного доступа проявились тут же, потому что, конечно, пациент после торокотомии испытывает постторокотомные боли, они нередко встречаются, и как бы мы ни старались, все-таки при торокотомии пациентам гораздо дискомфортнее они себя чувствуют. И с тех пор операция Белси стала исчезать. И сейчас ее делают фактически только в тех случаях, когда в этот живот совсем не хочется входить. Грубо говоря, там уже кто-то пару раз взорвал гранату, значит, селезенку отрезал, потом еще что-то, еще что-то, а тут вдруг захотелось прооперировать пищеводное отверстие диафрагмы. Мир торокальной хирургии, торокотомия в седьмом межреберии классическая спаечки, нет, все очень красиво, и мы вот практически перед моим уже уходом 4 или 5 лапаратомий было у женщины, и она обратилась с грыжей к пищеводному отверстию. Но... Вот со звуком у вас, Владимир Григорьевич, пропадаете. Я понял. Повторить? Да. С какого момента? Концовку, концовку. После 4 лапаратомий на второй хирургии больная лежала, не хотели ребята заходить в живот еще раз, и была потребность прооперировать пищеводное отверстие достаточно больших размеров грыжа с рефлюксом, и я сделал операцию Белси, но открыто, таракатомным доступом. Спасибо. Коллеги, ну вот я предлагаю тогда переместиться на купола потихонечку от пищеводного отверстия диафрагмы, перейти к редким видам грыж, и здесь уже мы потихонечку заходим более серьезным образом на территорию таракатных хирургов, и я думаю, что их дискуссия будет более активной в этом плане. Александр Владимирович, пожалуйста. Да, коллеги, продолжаем. Итак, наиболее частым представителем из редких грыж диафрагмы мы сейчас не говорим о пищеводном отверстии диафрагмы, мы говорим о других местах выхода грыж, это отверстие моргания, отверстие богдалика, артальное отверстие, рожденные дефекты диафрагмы и так далее. Так вот, грыжа моргания, наиболее часто мы с ней сталкиваемся, ну, условно часто, да, то есть можно прожить хирургическую жизнь и ни разу не встретить грыжу моргания. Встречается у одного на две тысячи новорожденных, составляет от двух до пяти процентов всех врожденных грыж. Ну, говоря о нашей сегодняшней такой плоскости, я попытался в этом слайде ну, свой взгляд. Таракальный хирург, абдоминальный хирург, да, это, как правило, правосторонняя торакоскопия, если не владеет томия, да, и преимущество качественной визуализации правостороннего дефекта, простота диссекции грыжевого мешка от перикарда, средостения, плевральных структур. Недостатки, высокий риск пропустить двусторонний дефект из-за невозможности визуализации левой стороны и более высокая вероятность потребности послеоперационной вентиляции. У нас это лапароскопия, да, ну, лапаротомия не рассматриваю, преимущество перед торакотомией, возможность выявлять и устранять двусторонние дефекты и выполнять симультанные операции. Ну, вот мне на 25-м году трудовой деятельности посчастливилось наконец-то встретить клинический случай, щедро поделился этим клиническим случаем, отдал его. Мне пациент 22-х лет в плановом порядке, да, в течение двух лет парень страдает изнуряющим кашлем, одышкой в состоянии покоя, ноющей боль в эпигастре, служил в армии в срочную службу, над ним там издевались, он не мог бегать, тяжело дышал, ему никто не верил, диагноз не ставили, и вот проведена диагностика Вадима Григорьевича, четко на КТ зафиксировано классическая грыжа справа от перикарда. Все подтвердилось, поставили диагноз, подготовили пациента и выполнили оперативное вмешательство. Будьте добры, пятое видео запустите, пожалуйста. Я хочу сказать, что здесь уже включаются другие принципы, более адаптированной классической гернеологии, и Вадим Григорьевич уже сделал такую превью о Белсе, вот эта грыжа, вот мы вытаскиваем содержимое, практически весь большой сальник был содержимым этой грыжи. Очень сложная локализация, справа связочный аппарат печени, с левой стороны перикард, одной из удаленных стенок там мышечный слой не везде, костные структуры рядом, ребра, грудина. Грыжевой мешок нужно также иссякать полностью, вот мы иссякаем грыжевой мешок, достаем остатки содержимого, это уже не сальник, это уже такой вот грыжевой мешок. И вот такое вот огромное отверстие перед нами открылось, измеряем его, понимаем. Что мы делаем? Мы делаем сначала заготовки на таких полипропиленовых прокладках, для того, чтобы нити не так врезались в структуры мышечной, это игла белси. Как говорил Вадим Григорьевич, на ребре проводить нужно очень осторожно, дабы не повредить межреберные артерии. Сначала мы проводим нити на подготовленных полипропиленовых прокладках и наружу мы затягиваем эти швы и дефект достаточно прилично сводится. Понятно, что оставить это в таком виде не очень хорошо, потому что ненадежные структуры, поэтому мы берем композитную сетку, используемую для Айпома, позиционируем ее, предварительно измерив дефект, мы понимаем нужный оверлап, у нас расчищена уже поверхность, мы убрали сращение, мы убрали часть круглой связки, часть серповидной связки, сетку спозиционировали и протаками ее зафиксировали, опять же, помня о полуокружности перикарда. Плавно перейдем, потому что время у нас ограничено к посттравматическим и диафрагмальным грыжам, после чего вступит Вадим Григорьевич, но самые частые причины для посттравматических это автодорожная травма, падение с высоты и после хирургических вмешательств это, конечно же, операции на пищеводе. Встречаются редко, часто молодые мужчины, чаще с левой стороны, что связано с защитой печени правой половины диафрагмы и при диагностировании, конечно же, необходимо оперативное лечение, что связано с высоким риском у этих грыж, угроза ущемления с последующим развитием острой кишечной непроходимости. Вот наше клиническое наблюдение после автотравмы, после спленоктомии образовалась грыжа слева купола диафрагмы, распластана, фиксирована кишка, сальник, освобождаем кишку, мобилизуем ее с вращения и вот такое отверстие мы получаем. Ригидные ткани, ну, сейчас, наверное, мы бы, может быть, поступили немножко уже по-другому, в тот момент мы избрали методику АйПОМ, таким образом закрыли эту грыжу. Что касается диафрагмальный грыж после изофаготомии, вот нашли исследование очень серьезное, 440 пациентов исследовано, и достаточно серьезные цифры они, да, привели, что 0,4-13% в отдаленном послеоперационном периоде и диафрагмальные грыжи возникали в среднем через 2 года после операции. Очень влиял тип изофаготомии, да, это независимый предиктор развития грыжи диафрагмы. И клинический случай, это пациент Вадима Григорьевича, он его прокомментирует, я просто сделаю превью, 59 лет, он госпитализирован с подозрением на острую кишечную непроходимость, и за нам заизвестно, что год назад оперирован по поводу рака нижней третьей пищевода, 2Б стадия, выполнена торакоскопическая изофагогектомия с изофагогастропластикой ретростернально, с аностомозом на шее конец в конец, да, при поступлении жалобы на выраженные боли в животе сходкообразного характера, вышеперечисленные жалобы сутки, стула нет, боли не купируются, делаем КТ, и вот такая картинка на КТ предстает докторам. Диагноз ущемленная диафрагмальная грыжа, это вид в плевральной полости, видно десерозированная кишка бордового цвета, вышиваются десерозы, низводится кишечник, вышивается дефект диафрагмы, используется имплант Пермакол, контрольное КТ спустя месяц. Вадим Григорьевич, с вашего позволения вам слово. Дорогие коллеги, я вас не удомил сегодня, вообще, таракальный хирург в этой всей истории. Вадим, что был таракальный хирург. Могу ли я расшарить свой экран? Конечно. Да, я устанавливаю свое совместное использование, а вы свое включаете. Да, да, да. у вас есть моя презентация сейчас, коллеги? Да, да. Да, есть, да. Вот сейчас она должна быть на весь экран, да? А не на весь. Дорогие коллеги, я хочу остановиться на некоторых вопросах и обязательно прокомментирую то, что блестяще продемонстрировал Александр Владимирович, он прооперировал моего знакомого в тверстии грыжу морганий и прекрасно сделал. Я теперь больше самых никогда не буду оперировать. Они из живота, оперируются гораздо лучше, чем из грудной клетки. Значит, конфликта интереса у меня нет, но я хочу, чтобы вы видели, как таракальные хирурги представляют себе заболевание сведостений. Из того, что вы не обсуждаете, для нас еще есть опухоли и кисты диафрагмы, есть синдром порозной диафрагмы или эндометриоз диафрагмы, который сопровождается пневмоторексами, это вообще отдельная история и отдельное заболевание. Есть диафрагматиты, есть релаксации или параличи куполов диафрагмы, которые тоже являются клинически значимыми заболеваниями. Я постараюсь убрать отсюда какую-то лекцию, но хочу ответить на те вопросы, которые Виктор Анатольевич и коллеги задавали мне предварительно. Когда надо звать таракального хирурга и нужен ли он вообще постоянно? Ну, строго говоря, нет. Постоянно таракальный хирург не нужен и оперировать диафрагмальные грыжи, эти мои пищеводные отверстия диафрагмы точно можно и нужно в клиниках абдоминальной хирургии. Когда нужен таракальный хирург? Если повреждена диафрагма, нужно обязательно посоветоваться, как правильно ее ушить, чтобы не случилась рецидива или чтобы не случилась грыжа. Если диафрагмальная грыжа ущемилась и есть признаки некроза грыжевого мешка, и если нужно прооперировать пищеводные отверстия диафрагмы, а живот многократно оперирован. Это, в общем, все это мы обсуждали в процессе презентации Александра Владимировича. Что касается трудности дифференциальной диагностики, о них тоже обязательно нужно сказать, потому что, когда мы говорим о грыжах диафрагмальных, мы имеем синдром полосного образования в нижнем легочном поле. Например, если это нижнее легочное поле слева, то вариантов, кроме грыжи пищеводного отверстия диафрагмы или грыжи купола диафрагмы, есть достаточное. Это может быть абсцесс нижней доли левого легкого, это может быть ограниченный гидропневмоторакс или пиопневмоторакс, может быть релаксация левого купола диафрагмы. И я был свидетелем, когда доктор поставил дренаж в дно желудка таракальный хирург, будучи убежденным, что дренирует абсцесс. А на самом деле у пациента была релаксация купола диафрагмы, и он там газовый пузырь раздутого желудка поднялся достаточно высоко. Таракальный хирург достаточно молодой, не мог предположить, что диафрагма может так высоко подняться. И вторая проблема, это то, о чем сказал Александр Владимирович, это дифференциальная диагностика округлого образования в правом кардиодиафрагмальном углу. Вообще это типичное место расположения липом переднего средостения, нижнего или кист перикарда, но также в этом же месте может находиться грыжа отверстия моргания. В чем сложность в том, что и липома, и грыжа отверстия моргания это жировой плотности образования, округлые, ровненькие. Как же отличить липому кардиодиафрагмального угла, липому средостения от грыжи отверстия моргания? Ответ заключается в ну вот, кстати, примеры, да, вот смотрите, это грыжа, да, кто-то может сказать, что это буллы, да, кто-то может сказать, что это вообще гидропневмоторакс, а это газовый пузырь желудка, представляете, да, коллеги? Задренировать его легко совершенно можно. Так вот, отличить грыжу пищеводного отверстия, грыжу морганий от липомы, это компьютерная томография с контрастированием. Если вы видите в этой, скажем так, липоме сосуды, значит, в жировой ткани сосуды, значит, это грыжа, то есть там сальник, в липоме сосудов нет, то есть КТС грудной клетки с контрастом является поводом для дифференциальной диагностики. Так вот, если это грыжа отверстия моргания, ее нужно оперировать лапароскопически, в этом мне теперь абсолютно убежден. А если это липома переднего средостения, и ее вдруг зачем-то надо оперировать, то это лучше делать торакоскопически. Что касается ущемления диафрагмальных грыж, то вот Александр Владимирович косвенно обсуждал вопрос, надо или все ли нужно паразофигиальные грыжи оперировать. На этот счет в американских гайдлайнах была достаточно четкая инструкция. Паразофигиальная грыжа обязательно ущемится раньше или позже. Неважно, сколько времени пройдет, она обязательно ущемится, поэтому скользящие грыжи это вопрос большой, большую часть из них может быть и не надо оперировать, если рефлюкс контролируется другим образом. А вот паразофигиальные грыжи оперировать приходится, потому что они фактически такие, по вероятности ущемления даже выше, чем паховые. Вы же оперируете паховые грыжи? Надо оперировать и паразофигиальные. Что касается того примера, о котором мы говорили только что, то да, вот это пациент, у которого была выполнена тороколапароскопическая экстерпация пищевода, и мы провели трансплантат в переднем средостении, ретростернальном. То есть мы вскрыли диафрагму перед грудиной и дальше создали тоннель ретростернальный и провели трансплантат туда, вывели его на шею, наложили на шею на стомоз. При рассечении, при первом движении была вскрыта полость перикарда. Ну, хирург не совсем на этом сконцентрировался, сказал, ничего страшного, давайте соседний чуть правее вскрываем, и действительно мы попали в средостение и оставили, забыли этот кусок. Так вот, при повторной операции во время лечения этой самой послеоперационной грыжи, мы видели, что часть грыжевого содержимого находилась еще и в полости перикарм. И это достаточно опасная ситуация. Были разные мысли, и понятно, что фактически это выход содержимого кишки параллельно к кондуиту. Здесь это видно, вот видите, вот кондуит сам, желудочный сформированный, вот его сосудистая ножка, и когда мы брали этого больного в операционную, нас пытались с Виктором Анатольевичем отговорить, и всякие страшилки рассказывали, что мы повредим, значит, вот мы же не знаем, как там, что припаялось, и так далее, и так далее, но мы решили, что от ревизии еще никто не пострадал, и поэтому решили провести ревизию, стало видно, что кишка живая, и ее можно аккуратно низводить, мы ее низводили, да, она была отечной, поэтому появились участки десероза, которые были ушиты, и в итоге все получилось достаточно удачно, и пациент этот полностью поправился, у него прошли все симптомы, вы видите купол диафрагмы слева, так же, как и справа, на этой рентгенограмме. Коллеги, меня слышно, все нормально со звуком, а то у меня тут отлично, и вот в переднем средостении ретростернально вы видите проведенный живой работающий пищевод, человек этот жив, здоров, дай ему Бог здоровья, и дальше, папа нашего доктора, пусть дальше будет здоров. Вторая проблема, с которой мы сталкиваемся, думая о куполах или о грыжах, это релаксация диафрагмы, релаксация это такое заболевание, по сути, фиброзная дистрофия, которая характеризуется значит дистрофией с тончением мышечных волокон и повышенной растяжимостью диафрагмы, а поскольку внутрибрюшное давление существенно выше, чем внутриплеуральное, то внутренность начинает выдавливать диафрагму наверх. В англоязычной литературе это заболевание называется diaphragmatic eventration, то есть эвентрация диафрагмы. поэтому если вы захотите найти статьи по словам diaphragmatic relaxation, вы ничего не найдете, они это называют по-другому. Для нас очень важно провести дифференциальную диагностику между релаксацией и параличом диафрагмы, когда сама мышечная стенка не страдает, мышца достаточно в неплохом состоянии, но страдает иннервация диафрагмы, из-за этого она теряет иннервацию, теряет тонус и тоже поднимается вверх этот купол диафрагмы. Если у пациента есть симптомы ассоциированные с этим, а это могут быть и респираторные, и пищеварительные симптомы, и ну то есть одышка появляется, то иногда эти пациенты нуждаются в хирургическом вмешательстве, когда мы диафрагму опускаем вниз. Это позволяет уменьшить компрессию легкого и улучшить самочувствие пациента. Так вот, видите, здесь у больного очень высоко стоит левый купол диафрагмы. На первый взгляд даже очень трудно определить, это грыжа или это релаксация купола диафрагмы, но поскольку широкий такой уровень и диафрагма отчетливо определяется выше, скорее всего речь идет о релаксации. В смысле, я точно знаю, что это релаксация. Диафрагма. И, значит, что мы делаем при релаксации диафрагмы? Как правило, самое распространенное это аппликация диафрагмы. Когда мы ее собираем отдельными швами, кстати, мы используем также нить Этибонд. Раньше мы использовали Господи, как же называется это волшебное устройство от почившей компании Ковидиан? Эндостич. Вот. Эндостич очень удобно шить диафрагму. Это делается торакоскопически и очень удобно и комфортно. Видите, мы собираем диафрагму в такой пучок, плицируем ее, благодаря этому диафрагма опускается и компрессионные эффекты исчезают. Ну, есть разные способы. Вот такой горизонтальные швы, либо один шов вдавливаешь и ушиваешь. Но это принципиально ничего не меняет. И я хочу еще, если позволите, показать вам одно наблюдение, которое было в моей бытности еще во второй городской больнице. Она интересна тем, что это была правосторонняя посттравматическая грыжа, которая симулировала релаксацию диафрагм. Молодая женщина поступила в клинику. Боль в надключичной области, одышка при физической нагрузке, тупая боль наверху, особенно после еды. Со слова болеть несколько месяцев в области шеи боль категорически отрицала травму грудной клетки, присоединилась постепенно одышка и боль нижних отделов грудной клетки. То есть классическая релаксация. Вот у нее высокое состояние правого купола диафрагмы. Сравните с левым. Видите, левый внизу, правый очень высоко. Мне бы обратить внимание, что такая какая-то она рябая, диафрагма. Обычно она очень гладенькая, этой пациентки. У нас был ее снимок от предыдущего года, на котором было видно, что присутствовала уже эта история. Но она была, может быть, чуть поменьше. И поэтому мы шли на релаксацию купола диафрагмы. Мы сделали пациентке колоноскопию, иригоскопию и, в общем, ничего такого нас бы обеспокоило, мы не нашли. Резкое снижение функции внешнего дыхания, снижение жел, то есть все показания к аппликации правого купола диафрагмы налицо. Я выполняю эту ракотомию в шестом межевире справа и думаю, господи, что такое, как я мог войти в живот. Все, что я вижу, как вы видите, это печень, причем печень вывернутая нижней поверхностью, пузырной поверхностью наверх. Вы видите, да, желчный пузырь смотрит на меня, а также в плевральной полости находится поперечно-ободочная кишка и сальник. Дальше мы с огромным трудом ищем дефект в правом куполе диафрагмы. Значит, там огромный дефект больше 10 сантиметров, переходящий на отверстия нижней полой вены. Мы с большим трудом ввихиваем, как это, ввихиваем обратно печень в брюшную полость, находим все края дефекта, накладываем там провизорные аллигатуры и через прокладки в уже прошитые края опускаем полипропиленовую сетку на П-образными швами с прокладками. Таким образом завершаем все. Когда мы вышли из операционной, я был уже готов убить лечащего доктора, но родственники сказали, что у нее действительно была травма, она была сбита автомобилем, даже лежала в больнице, но этот факт от нас она скрыла, и поэтому для нас это было большим удивлением. Пациентка это поправилось, все у нее стало хорошо, и я перестану демонстрировать слайды, я готов ответить на вопросы, чтобы не утомлять больше ваше внимание. Спасибо, Вадим Григорьевич. Уважаемые коллеги, какие вопросы? Очень интересные и довольно редкие кейсы. Надо сказать, что мы вот, не знаю, я за всю работу единожды с похожей ситуацией столкнулся, тоже автотравма, тоже разрыв правой куклы диафрагмы, и вот это вывихивание правой доли печени, но это единичный был случай, но оперировали в ближайший месяц после травмы. Но вот мне интересно такое техническое решение на прокладках прошивания. Это как делают кардиохирурги, все ушивают перекарды на прокладках. Почему? Потому что прорезается диафрагма, не будет держаться, все потом все равно расползется? Потому что да, когда мы шьем структуры, которые могут разволокниться, я предпочитаю использовать прокладки. И на самом деле вот на этих нитках, эти бонды, они, еще раз говорю, они созданы для имплантации клапана. И у меня есть кардиохирургическое образование небольшое, поэтому для меня гораздо, ну, то есть достаточно органично использовать эти прокладки, и кардиохирурги также используют прокладки, когда шьют фиброзное кольцо, вшивают клапан, чтобы вот эти п-образные швы при затягивании не прорезали фиброзное кольцо. То же самое мы делаем здесь. Владимир Григорьевич, скажите, как вы думаете, есть ли место релакциационных разрезов на диафрагму при лечении таких больших дефектов? Исключено. Исключено. Это просто это создание новой проблемы. Вы поймите, диафрагма это не перепонка, это не мембрана, это не плоскость, это орган, это мышечный орган. У него есть диафрагма, это единый, кстати, орган, мы говорим, правая диафрагма, левая диафрагма, так не бывает. Диафрагма – это один орган, у которого есть два купола, сухожильный центр, естественное отверстие, слабые места, есть мышечная часть, причем есть реберная часть, есть часть поясничная и часть грудинная. И это разные вещи. И когда мы оперируем диафрагму, грудную полость, мы четко видим даже границы между этими частями. Эти мышцы – это основная дыхательная мышца. Диафрагма принадлежит 80% функции дыхания, поэтому мы так щадим диафрагмальный нерв во время наших операций на средостении и считаем, что его повреждение – это такой bad habit, что называется. Вот. То есть послабляющие разрезы на диафрагме невозможны. Послабляющие разрезы на сухожильной части невозможны, потому что она тонкая и она просто разъедется, у вас будет новая дырка. А послабляющие разрезы на мышечной части, ну вы просто пересечете мышечные волокна и нарушится ее функция. И, простите, я хочу обратить ваше внимание, коллеги, если вы будете оперировать и делать разрезы на диафрагме, их нужно делать радиально, то есть от центра вот в любом направлении, потому что если вы будете делать их поперек, вы пересечете нервы, которые иннервируют диафрагмальную мышцу. Владимир Николаевич, не кажется ли вам, что грыжи после торга абдоминального доступа, ну по поводу рака желудка, рака пищевода, рака, это вот какой-то особый раздел этой всей истории? Или нет? Или все как обычно? Вы понимаете, вообще хирургия пищевода по поводу рака это достаточно дискутабельная проблематика сейчас. Мы до сих пор не можем договориться, какой доступ предпочтительный. Торакотомия справа, лапаротомия, торакофенолапаротомия слева, это классический осавагарлон. Лапаротомия, шейный доступ, комбинация этих трех доступов, справа, слева, понимаете? Что из этого делать эндоскопически, что делать открыто? У нас есть профессор Левченко, прекрасный хирург в институте онкологии Минипетрова, он много оперирует пищеводов, он начинал тораколапароскопические хирургии пищевода, он потихоньку отходит от этого, у него своя история, сейчас как бы гибридная операция, лапароскопически формируется стебель, а анастомоз торакоскопический. Мы, к сожалению, пока проблемы имеем с анастомозами при торакоскопических операциях. Возможно, на роботе это будет проще. Я вас не хочу в эту дискуссию погружать, а от этого еще зависят и другие вещи, где проводить трансплантат. Ортотопической позиции, то есть через пищеводное отверстие диафрагмы туда-наверх – это одна история. Там крайне редко возникает грыжа, они практически не описаны. Либо второй вариант, когда мы проводим трансплантат ретростернально. Вот я сегодня перед нашим вебинаром делал больному экстерпацию пищевода по маккиону. Я торакоскопически удалил пищевод, потом мы сделали кондуит из желудка и провели его ретростернально на шею. То есть почему мы этого не сделали в ортотопической позиции? Потому что это облученный пищевод, потому что у него высокая стадия, у него высокий риск рецидива, и если там будет лежать кондуит, то облучение может скомпрометировать уже кондуит в заднем средостении. Мы его таким образом перевели в переднее средостение. А что будет с той дыркой, которая пищеводным отверстием диафрагмы? Мы его не ушивали, оно осталось неушитое. Но, как правило, туда грыжи не выпячиваются. Грыжи выпячиваются вот в искусственно созданный ретростернальный канал. И что с этим делать? Ничего. Мы не можем сделать слишком узкий тоннель, потому что у нас может ущемиться трансплантат. Мы не можем сделать слишком широкий тоннель, иначе туда вылезет кишка. Пытаемся найти золотую середину. Коллеги? Да, уважаемые коллеги, мы погрузились в совершенно новую гернеологию. Она не обратна. Для себя я понял. Мы уже зачерпнули абдоминальную хирургию, уже зачерпнули таракальную хирургию, даже немного, благодаря Вадиму Григорьевичу, уже кардиохирургии. Оказалось, гернеология настолько широка, что, в общем-то, она перекрещивается, действительно соответствует нашей сегодняшней теме мультидисциплинарный подход в лечении диафрагмальной гернеологии. Вот она действительно мультидисциплинарная. А именно так было заявлено. И тогда, коллеги, позвольте перейти к вишенке на торте. Мы бы хотели перейти к проблеме сочетанных операций. И в качестве такого примера выбрали вторую проблему, которая во многом очень напоминает антирефлюксную хирургию, потому что показания к этой операции очень спорны. Техника операции очень спорна. Результаты этих операций тоже очень спорны. И по своей спорности, противоречивости и неоднозначности экстравазальная декомпрессия чревного ствола в лапароскопическом варианте может конкурировать с антирефлюксной хирургией, в том числе и с устранением грыж как пищеводного отверстия диафрагмы, так и посттравматическим. И поэтому позвольте предоставить слово Александру Владимировичу и представить вот проблему, когда одновременно при обследовании пациента, а ведь мы знаем, что пациент, который планируется на устранение грыжи пищеводного отверстия диафрагмы, на антирефлюксную хирургию, он требует очень тщательного обследования, тщательной оценки мультидисциплинарной. И здесь мы иногда выявляем, что причина-то болей и причина многих проблем конкурирует в том числе и может проистекать от ишемической болезни в органах пищеварения. Как решать эти сложные вопросы? Какие варианты хирургической техники в лапароскопическом варианте? Мы попросим рассказать Александру Владимировичу. Коллеги, призываю еще немножко набраться терпения, потому что очень насыщенный у нас сегодня вебинар и в предварительной программе звучала совместная операция при грыжи пищеводного отверстия диафрагмы. Да, типично мы привыкли, что это наша классическая триада СЕНТа, сочетание грыж пищеводного отверстия диафрагмы с желчнокаменной болезнью, с дивертикулярной болезнью, и каждый наш четвертый пациент оперируется, мы выполняем фундапликацию и холецистектомию, иногда делаем резекцию кишки, но на этом можно было бы поставить точку, ничего тут добавить нельзя, первым этапом выполняется фундапликация, дальше уже симультанная операция, и точкой говорить не о чем. Есть показания, надо делать симультанную операцию. А вот проблема синдрома Дамбара, она немножечко выходит из этой плоскости, и поэтому посовещавшись с Виктором Анатольевичем, мы все-таки решили рискнуть и имплантировать эту тему в наш сегодняшний вебинар. Итак, я напомню, что синдром Дамбара – это заболевание, обусловленное экстравазальной компрессией чревного ствола, срединной дугообразной связкой диафрагмы, ножками диафрагмы, или нейрофиброзной тканью чревного ствола. Ну, вот так выглядит в норме, вот так выглядит при стенозе. часто встречается у молодых женщин с низким индексом массы тела, мужчины тоже не исключение, что очень важно, очень частое сочетание с рефлюксной болезнью, с грыжами пищеводного отверстия диафрагмы. Одни механизмы, связанные с нарушением фиброзной ткани, с нарушением развития фиброзной ткани и так далее. Несколько патоморфологических теорий существует, это высокое расположение чревного ствола при нормальной связке, нормальное расположение при гипертрофированной связке, и нормальное расположение, нормальная связка с давлением происходит за счет фиброзных ганглионарных разрастаний чревного сплетения. Проявление полисовершенно разнообразной, в первую очередь это хроническая абдоминальная боль, как правило, после приема пищи, потеря веса, тошнота, рвота, диарея, нейровегетативные расстройства, что очень важно, патогномоничных симптомов нет. Эти пациенты, как правило, проходят всех докторов, начиная от гастроэнтерологов, сосудистых хирургов, хирургов, психологов, психиатров и так далее, пока не установлен диагноз и пока они не попадают на операционный стол. Итак, у 10-24% людей медиальная дугообразная связка располагается впереди чревного ствола, вызывая его компрессию. Только у 1% из этой группы людей возникает клиника синдрома компрессии чревного ствола. лапароскопическая декомпрессия с 1963 года в мире более 20 ретроспективных исследований, включивших больше 400 пациентов, из которых с 2000 года примерно 30% было оперировано лапароскопически. Какие результаты? 9,6% конверсия из-за интероперационных кровотечений, 5,7% рецидив. Что надо сказать? В России единичные клиники делают единичные лапароскопические операции. Мы были вовлечены в это достаточно случайно. Сосудистые хирурги обратили внимание, что мы много работаем на этой зоне, а у них много этих пациентов. Они предложили вступить в коллаборацию, попробовать нам вместе лечить этих пациентов. Мы заинтересовались, и сейчас у нас идет накопление опыта. Количество больных перевалило уже за 20 пациентов. Это не так много, как кажется на слух для обычного восприятия, но для этой патологии это большое число. Фактор, сдерживающий развитие лапароскопической хирургии при этом сопротивлении. Техническая сложность, высокая стоимость оборудования, это не имеет значения, отсутствие достаточного числа обучающих центров и определенный консерватизм хирургов. Эта установка полностью перечеркивает все преимущества операции. Что мы имеем? Лапаротомию, эндоваскулярные вмешательства, к сожалению, не работают при этой патологии. Гибридные методики, роботическая хирургия у нас ее нет и лапароскопия. Клинический пример, да, молодой пациент 83-го года рождения, ноющий боли в верхних отделах живота, после еды, физическая нагрузка, изжога, отрыжка, метеоризм, слабость стула, снижение веса. Пять лет он ходит по врачам, два года отмечает ухудшение, есть астено-вегетативные явления, психосоматические изменения и так далее. Психиатра посещал, проводим обследование, диагностируем аксиальную грыжу, первый тип, на УЗДГ чревного ствола видим ускорение кровотока гигантское, в норме он до 100 сантиметров в секунду, здесь 485, градиент составляет больше сотни, заключение стенозирования 80-85%. Это подтверждается КТ-ангиография и брюшной аорты, типичный вид чревного ствола в виде рыболовного крючка, вот он, сдавленный в своем устье, расширенный дальше по протяжению. 75% экстравазальная компрессия, стеноз 75% за счет экстравазальной компрессии. И пациенту выполняется плановая операция, лапароскопическое рассечение дугообразной связки, диафрагму, устранение грыжи пищеводов и классическая фундаппликация по НИССОНУ. Будьте добры, видео номер 6 запустите, пожалуйста. Почему мы начали заниматься этой проблемой? Потому что одна зона интереса, раз, одни и те же точки доступа, два, одна и та же технология, три. На сегодняшний день существуют две основные принципиальные позиции выполнения этой операции, снизу и сверху. Снизу это с выделения ветвей чревного ствола, взятие их на держалку, жесткий контроль и выход на чревный ствол. Верхняя позиция, сверху позиция это выход на аорту и по ней мы спускаемся вниз к чревному стволу, естественно, контролируя ветви чревного ствола, но не выделяя их полностью. Вот мы спустились по аорте, мы видим печеночную артерию, общую печеночную, здесь проекция левой желудочной артерии, ниже селезеночная артерия, перед нами обнажена аорта, мы клипировали, пересекли восходящую диафрагмальную артерию, она всегда экранирует зону интереса и начинаем пересекать волокна и фиброзный связочный аппарат, вот мы диссектором выделяем связочный аппарат, фиброзные волокна, рассекаем их монополярным крючком, работаем в этой зоне уже исключительно монополярным крючком, смещаем до адвентиции аорты и на этом операция закончена. Дальше идет типичный этап, мы не будем уже тратить время запускать видеофундапликации, оно ничем не отличается от совершенно типичного того, что выполняете вы все. Доступ уже осуществлен, вход средостей осуществлен, вот конечный вид операции, чревный ствол, каждое завершение операции у нас присутствуют сосудистые хирурги и они фиксируют 2,5-3 сантиметра чревного ствола должно быть освобождено полностью, мы должны видеть его устья и видеть 2,5-3 сантиметра чревного ствола, отходящего от аорты. Они фиксируют это и говорят нам, да, адекватное освобождение чревного ствола, операцию можно завершить. Вот у нас такая вот традиция, только после осмотра сосудистого хирурга мы принимаем решение, что мы адекватно выполнили это вмешательство. Через 6 месяцев он осмотрен, перестал принимать препараты, вот мы видим его чревный ствол, он совершенно изменился, да, он прямолинейный ход имеет, экстравазального стеноза на контрольной КТ нет. На УЗДГ также отмечена нормальная скорость кровотока в области чревного ствола и нормальные значения диаметра чревного ствола. К сожалению, такая хорошая клиническая ситуация не у всех. Мы ведем уже подсчет, пытаемся анализировать этих пациентов и в дальнейшем опубликуем обязательно. Примерно у 50% изменения клинической картины, к сожалению, не происходит, они продолжают страдать. Ну и в заключении хочется сказать, что этот синдром встречается чаще, чем диагностируется, может протекать под различными масками, сопровождается хроническим абдоминальным синдромом, лапароскопическое лечение его технически осуществимо, особенно актуально, когда сочетание СГР, грыжа пищеводного отверстия, диафрагмы, требующая оперативного лечения, и ближайшие результаты лапароскопических операций, тут даже не обсуждаются, они имеют неоспоримые преимущества перед открытыми операциями. Отдаленные результаты сопоставимы. Риск конверсии потенциально возникает при субадвентициальном повреждении стенки чревного ствола, когда бесконтрольно используется ультразвуковой десерт. Благодарю, коллеги, готовы к обсуждению. Пожалуйста, коллеги, пожалуйста, вопросы, комментарии. Да, очень интересно, болезнь, надо сказать, у 20-ти, скольки там, летнего, нет, или, по-моему, 30-ти с небольшим летнего пациента заподозрить хроническую и шимическую болезнь органов пищеварения после многолетних походов по разным врачам довольно затруднительно. Ну, хорошо, когда есть такой эффект клинический, действительно завораживает, действительно завораживает. Да, коллеги, с точки зрения презентации мы исчерпали сегодняшнюю повестку. Есть ли какие-то, может быть, вопросы, комментарии? Конечно, несколько необычный формат получился, но, в общем-то, в этом может быть больше плюсов, чем минусов. У меня все-таки остался вопрос к рецидивам. Вот, если позволите вернуться, буквально там, на несколько минут. Из наших презентаций все-таки прозвучало, что самая очевидная причина рецидива в грыже пищеводной отверстии диафрагмы это недостаточно мобилизованный пищевод, то есть технические погрешности. Абсолютно верно. И вторая причина рецидивов это в тех случаях, когда было показано использование сечественного планта, он не использовался. Но все-таки это понятно, причины очевидны, но я был на нескольких презентациях Галяму Эдуардом Глуховича, и он докладывал пациентов, которых оперировал не только один-два раза, а были даже пациенты, которых три-четыре раза. То есть все-таки наверное есть еще и какие-то другие причины рецидивов, ну кроме технической погрешности. Вот может быть про них сказать, Виктор Анатольевич, вот какие причины у этих пациентов, когда несмотря на в общем-то технически грамотную выполненную операцию у этих пациентов все-таки случается рецидив. Потому что мне кажется, что это одна из самых частых таких нозологий, ну прозвучала цифра до 60% рецидивов. Багдон Борисович, ну я думаю, что многие элементы ответа на вопрос, они сегодня уже прозвучат. Я бы хотел обратить внимание прежде всего на то, что это необычные грыжи, и они в чем-то похожи, парастомальные грыжи, грыжи пищеводного отверстия диафрагмы. Мы не можем сделать полную аппроксимацию, полную аугментацию, мы не можем сшить ножки диафрагмы, мы обязаны оставить отверстие, то есть мы все равно оставляем соумствие, которое является предрасполагающим фактором. Да, мы можем играть, сузить больше, сузить меньше, но очень сильно мы сузить не можем, потому что пищевод должен функционировать и вряд ли осложнение, связанное с рецидивом, опаснее, чем стеноз, триктура или какие-то пищеводные осложнения. Поэтому факторы риска, они все равно остаются, мы наглухо не зашиваем пищеводное отверстие диафрагмы, это во-первых. Во-вторых, то, что мы сшиваем мышечные структуры, и если мы не ставим ситчатый имплант, то мы тоже идем заведомо на ситуацию с возможными рецидивами. И третье, на что хотел бы обратить внимание, это та работа, которую показал Александр Владимирович, что рецидив не всегда рецидив, в целом это и прогрессирование заболевания. И, безусловно, здесь мы можем столкнуться с естественной эволюцией заболеваний, которую мы не можем прервать в силу того, что мы не можем зашить пищеводное отверстие диафрагмы. Поэтому все равно предпосылки будут так же, как и с парастомальными грыжками. Здесь очень много аналогий. И сегодня, когда спрашиваешь специалиста относительно технологий устранения парастомальных грыж, мы можем слышать то, что, вы знаете, коллеги, рецидив – это не самое страшное осложнение. Давайте лучше наблюдать пациента с рецидивом, чем пытаться реализовывать какие-то более радикальные подходы, которые, да, может быть, характеризуются большей надежностью с точки зрения рецидива, но дают гораздо больше жизнеугрожающих осложнений. Поэтому я думаю, что мы всегда будем сосуществовать с этими рецидивами, к ним нужно относиться спокойно, я думаю, философски, с одной стороны, и дифференцированно, самое главное. То есть нужно дифференцировать, не бросаться на каждый рецидив, что его необходимо устранить, а нужно взвесить все за и против риски повторной операции, риски мобилизации структур в столь сложной анатомической зоне, риски, которые могут быть связаны с осложнениями, и риски этого рецидива. Здесь очень важен баланс, и очень важно мультидисциплинарное обсуждение в рамках всех тех возможностей, которыми мы обладаем. Ну, может быть, Александр Владимирович или Вадим Григорьевич что-то добавит еще. Коллеги, я могу только поблагодарить вас за то, что вы пригласили меня к обсуждению. Во-первых, мне было приятно увидеть прекрасную технику, техническую работу. Во-вторых, мне было очень приятно увидеть Азата Данисовича. Я его не видел уже целый год. В-третьих, я рад новым знакомствам. Я очень старался изложить такую прикладную позицию таракального хирурга к вопросам, которые мне могут задавать и часто задают наши коллеги. И я понимаю, что те, кто не имеют доступа к таракальным хирургам, иногда преувеличивают какие-то проблемы. Вот. И я надеюсь, что это главное, что я хотел донести, что зачастую мы переоцениваем роль тех возможных таракальных проблем, которые возникают в ходе таких операций. Если выполняется чек-лист так, как это показал Александр Владимирович, если хирург контролирует все ключевые точки возможного повреждения и не делает слепых движений, если имеет сомнение, зовет эндоскописта, если не получает визуализацию, старается получить эту визуализацию, как в танке, не вижу, не еду, то риск повреждений каких-то тяжелых, летальных, он сводится к нулю. Если же говорить об этой проблематике вот в конце, то я согласен с Виктором Анатольевичем, рецидив не всегда является такой уж большой проблемой. Гораздо большей проблемой для больного может стать наша настойчивость, достойная лучшего применения, когда, исправив ему манжету, мы получим ишемический некроз с перитонитом, с вак-системой, воткнутой в него, в живот и в разные другие места, и, честно говоря, если вернуться головой к тому, зачем мы его оперировали изначально, мы вдруг поймем, что мы совершенно напрасно создали себе проблему. Поэтому, согласен, рецидив не самое страшное, что может быть в таких ситуациях, и если пациента это не так уж сильно беспокоит, то хирурга это точно не должно беспокоить. Что касается синдрома Донбара, Александр Владимирович, мы с ним обсуждали эту проблематику, моя альма-матер это Первый медицинский институт, и профессор Игнашов, всю свою жизнь потративший на как раз ишемию органов пищеварения и компрессионность и носочаревного ствола, он всю жизнь отбивается от нападок критиков и скептиков. Вот это уже убеленный сединами человек, он уже профессор много лет, все знают, что он в этой теме ДОКа, но все равно на него нападают и говорят, что он оперирует болезнь, которая не существует в природе. Вот. Я очень не хочу, чтобы Александр Владимирович повторил судьбу этого уважаемого профессора, тем более, что он делает такие сложные и опасные для коронарной системы хирургов операции. Спасибо, Вадим Григорьевич. Что касается рецидивов, Виктор Анатольевич правильно резюмировал, мы должны четко помнить, что, во-первых, вот в этом исследовании, которое классифицировало рецидивы на передний, циркулярный и задний, они задались целью найти первичное видео операции. Только в 60% им удалось добыть первичное видео операции, что затрудняло понимание технический брак или это прогрессирование заболевания. Поэтому я призываю всех, кто занимается этой хирургией, абсолютно четко фиксировать, видеопротоколировать все произведенные операции, дабы для того, чтобы в дальнейшем принимать решения, мы могли посмотреть первичную операцию и понять, где были допущены ошибки, что было не учтено и четко уже составлять алгоритм действий и четко для себя понимать, какой рецидив надо оперировать и какой рецидив надо наблюдать. Спасибо, Александр Ильич. Виктор Анатольевич, я бы вас, как основного сегодняшнего модератора, попросил бы как-то резюмировать наш вебинар, потому что время мы исчерпали давно. Я сегодня уже сказал все, что я хотел в этой ситуации, то, что мы попытались немножко взглянуть на проблему шире, чем традиционно. Это такой, в общем-то, пробный шар, нужно будет проанализировать, насколько это интересно и полезно. То есть к любой проблеме можно относиться просто, что это проблема, а можно, что это не просто проблема гораздо шире. Мы попытались это сделать. Давайте проанализируем, посмотрим наш первый опыт. Самое главное, это отзывы наших зрителей, насколько это полезно, нужно, или это специфика, которая должна остаться в рамках какого-то конкретного центра, или это темы, которые достойны для обсуждения. Я не знаю ответа на вопрос, и я думаю, что это покажет будущее. Ну, а я очень благодарю, конечно, прежде всего, Вадима Григорьевич за блестящие лекции, блестящие комментарии Александра Владимировича, за то, что они согласились, сказали свои архивы. Но это мои друзья, коллеги, с которыми я постоянно работаю, и мне было еще раз очень приятно быть вместе. Поэтому, спасибо огромное. Тогда позвольте мне завершить наш вебинар. Я хочу поздравить всех с наступающим Новым годом. у нас завершающий вебинар в этом году. Мне кажется, это очень символично и здорово, что сегодня у нас солировал Санкт-Петербург. Я благодарю всех спикеров, я благодарю экспертов, которые нам сегодня присоединились. Я благодарю Виктора Анатольевича, который организовал сегодняшний вебинар. Спасибо вам огромное. Алексей Викторович, Азат Данисович. Увидимся в следующем году. У нас будет наверняка серия вебинаров и вполне возможно мы вернемся опять к этой неисчерпаемой проблеме грыжи пищеводной отверстии диафрагмы. Спасибо, друзья, спасибо, коллеги. С наступающим Новым годом. Спасибо. С Новым годом. До свидания. Спасибо, друзья. Спасибо. Спасибо. Спасибо.